Лето на финише, а вместе с ним и каникулы у школьников и студентов. Тысячи молодых людей Минской области эти месяцы провели с пользой для своего здоровья и собственного кошелька. Предпочтя отдыху, работу. О студенческих отрядах, которые с каждым годом становятся все более популярными у молодежи, сегодня наша программа. Это «Центральный регион». Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте. Отдохнуть и заработать. Тысячи школьников и студентов области свои летние каникулы последние несколько лет проводят именно так. Работу можно найти по желанию и по силам. Старшеклассники во время жатвы помогают аграриям на зерносушилках, готовят свои школы к новому учебному году. Ребята постарше трудятся на стройплощадках. Студенческий отряд «Молодость» Национального технического университета в составе более 20 человек сейчас работает в Боровлянах на строительстве дождевого коллектора. Студент строительного факультета по совместительству командир отряда Сергей Ироговский в студотряде уже третий год. Очень ответственная работа здесь. Мы под непосредственным руководством более старших людей, то есть бригадиры, которые здесь, профессионалы своего дела, рабочие, которые работают здесь уже не первый год. Ну и поскольку мы работаем уже здесь второй месяц, мы уже кое-чему научились и можем свои такие небольшие бригадки студентов создавать. И непосредственно выполняем, допустим, то же самое, что выполняют рабочие, которые здесь работают не первый год. Вы вообще знаете, что здесь будет? Я думаю, всем известно, что когда большие ливни, Боровляны часто затапливают, и поэтому со всех Боровлян здесь проложены сети, и через эти трубы протекают сюда-сюда, будет собираться вода здесь. В принципе, работу какую вам доверяют? Ответственную или такую? Убрать, подмести? Мы, в принципе, делаем то же самое, что и рабочее. Укладка бетона, вязка арматуры. Буквально пару дней, да, и уже заканчивается ваша смена. Или вы будете продолжать подрабатывать и во время студенчества? Ну, во время учебы. Хотелось бы, конечно, найти какую-то работу, но уже будет не строить ряд. Это уже будет что-то на стороне. А вообще, тут мы работаем до 31 августа, потому что 1 сентября должен сдаться объект. И с 1 сентября уже пойдете опять за студенческую скамью? Да. Времени на отдых практически не будет, да? Ну, нам повезло, мы пятый курс, у нас учеба начинается не с 1 сентября, немножко позже. Ну, поэтому недельки-две мы успеем все-таки отдохнуть. Но будете скучать по студотрядам? Конечно. Ну, здесь, в общем-то, весело, потому что не все ребята знакомые. Есть, конечно, ребята, которые работали в прошлых годах, с ними уже хорошо так общаемся. А есть новые ребята, других факультетов, со временем познакомимся ближе. Бывает даже на выходных, не знаю, соберемся где-нибудь, весело время проведем. Есть своя жизнь, кроме работы в студотряде? Да, конечно. Во время работы, конечно, мы занимаемся большой работой, потому что здесь очень ответственный объект. Но если есть свободное время, то можем его вместе скоротать. Отлично потрудилась молодежь и на других площадках. Ребята помогали строителям в китайско-белорусском индустриальном парке Смаевического района, а вторая кольцевая дорога второй год подряд объявлена областной молодежной стройкой. Из года в год мы прирастаем по численности молодежи, которые желают трудиться летом, потому что появляется новая мотивация. Молодежь стремится сама на свои нужды зарабатывать деньги, в частности, больше, наверное, студенчества, которое знает, куда их потратить и знает, как их заработать. Ну и Минская область дает возможность заработать, да? То есть есть масса площадок, где можно найти себе молодежи? Конечно. Традиционно мы трудоустраиваем в различные профили отрядов. Это и строительные, и педагогические, и отряды в сфере сельского хозяйства, сервисные отряды. В этом году появились два новых профиля – медицинские и производственные. Такие у нас тоже есть. Поэтому весь спектр для занятости было бы желание работать. Сколько молодежи вот уже в этом году изделили? На 1 августа в Минской области трудоустроено уже 6 112 человек. Но мы планируем до конца этого года, пока будет возможность предоставлять молодежи работу, планируем трудоустроить не менее 10 тысяч. Мотивация главная – это деньги, это заработок? Кто-то просто хочет весело провести свое время и реализовать себя, может, в профессиональной сфере. Это, наверное, педагоги, они традиционно очень идейные, креативные. Они едут работать в педотряды. В строительные отряды едут студенты, наверное, мотивированные не только на получение навыков практических, но и на заработок, потому что они знают, что этот труд квалифицированный, высокооплачиваемый, и они могут это сделать. Но даже дети, которые не имеют никакой квалификации, все равно какую-то копеечку стараются заработать. И вы знаете, что в Минской области вузов нет, поэтому мы который год становимся флагманом в трудоустройстве несовершеннолетних, и этот год не станет исключением. На сегодняшний день из вот того количества числа трудоустроенных, которые у нас есть, почти 4 тысячи человек – это именно школьники, несовершеннолетние, которые, тем не менее, смогли заработать во время своего свободного времени. Это смена для будущих студотрядов. Безусловно, я думаю, что они настолько проникнутся духом студотрядовского движения, что поступив в учебные заведения нашей области, или города Минска, или других областей, безусловно, будут продолжать студотрядовские традиции. Ну а мы возвращаемся на стройку в Боровляной. К первому сентября объект должен быть сдан в эксплуатацию. Останется только провести благоустройство. Вот мы и забрались в котлован, да? Здесь кипит работа студотряда. В этом месте работает сейчас четверо ребят наших из строотряда. Кто за что отвечает? То есть каждый за свой участок? Ну, как бы ребята, они, допустим, ну, каждый выполняет конкретную работу. Некоторые вяжут арматуру, некоторые оставят опалубку. Ребята знают, что делать. Здравствуйте! Здравствуйте! Валера собирает опалубку для нашей разделительной стены. Вот эти ребята, они вяжут арматуру. То есть, в принципе, тут непонятно, да, на первый взгляд, кто строитель, кто строит ряд. В общем, все как одна команда работаете. Рабочие же, как бы, это не только там такие матерые мужики, которые работают. Ну, здесь тоже так же есть молодые ребята, которые работают там год-два. Лишним рабочим рукам строители-профессионалы только рады. Тем более студенты опытные. Ну, очень хорошая посильная помощь от них происходит. Ну, молодые, во-первых. Ну, опытные люди, в принципе, у них опыт есть за плечами. А молодые, это, ну, во-первых, здоровье. Что-нибудь сделать такое полезное, по-быстрому. Да, очень быстро, полезное. Ну, в принципе, когда они пришли, они что-то умерили? Или все надо с нуля учить там? Топор, молоток там в руках, конечно, умели держать. Ну, где-то сноровки не хватало. Ну, причем тут тот же опыт. Ну, думаю, здесь наберутся. Ну, вот ваш напарник как зарекомендовал себя, то есть? Ну, отлично вообще, он вообще красавчик, вот так я скажу. А когда уйдут, будет не хватать? Конечно, не будет. Во-первых, ну, парни молодые, я молодой. Во-первых, общение это, то есть, тоже немало такой фактора, который... Ну, интереснее работать намного. Есть о чем поговорить, тема вообще. Ну, а сами бы не хотели вернуться там на 5 лет назад, если бы предложили в студотряд? В студотрядах я, в принципе, работал. Вот, когда учился, работал. То есть, тоже прошли этот путь, да, хлеб этот знаете? Знаю, конечно. Поэтому поддерживаете молодежь? Да, конечно, ну, пусть работают. В напарнике профессионал выбрал Валерия Сургучева. Студент строительного факультета БНТУ в студотрядине новичок. С работой справляется, да и зарплата студотряда от 600 рублей также радует. Вот, начиная со второго курса, каждое лето, почти наносил лето в студотряд. Ну, и плюс еще дополнительно, ну, так во время учебы иногда было, подрабатывали. То есть, в принципе, уже есть такое рвение, да, когда каникулы наступают, уже хочется на стройку, да? Конечно, да. Да уже почти один год остался, только уже как бы надо привыкать. К работе. Да, уже постоянной. Чему вот сложнее всего привыкнуть на стройки, вот молодому человеку, погодные условия? К этому тоже привыкаешь, наверное, режим каждое утро вставать рано, вот в 6 утра. Когда студент, можно и первую лекцию проспать, да, а здесь не проспишь? Нет, здесь не проспишь, лучше выходить постоянно. Время только на обед, да? Да, конечно. Как и у строителей? Да, у всех одинаково, все в одинаковых условиях. Это лето для вас как? Успешно было с точки зрения работы, заработка? Да, конечно. И с точки зрения опыта, очень много. Вот раньше во всех строитрядах, ну, подсобным рабочим особо такой работы не доверялись, такой серьезной. В основном там мусор убирали, а здесь уже серьезная работа. Вот опалубку выставляем, вяжем арматуру. Ну, опыт колоссальный. Есть какая-то усталость или... Ко всему привыкаешь. Да, первые недели-две было тяжело, а сейчас уже как обычно, как на работу ходишь. Тысячи кубометров бетона, тонны арматуры. Инфраструктурный объект в Боровлянах сложный и, главное, нужный для местных жителей. Поблажек для молодежи на стройке нет. Утренняя планерка, распределение обязанностей и контроль на каждом этапе. Впрочем, разница в оплате труда профессионалов и начинающих строителей также не чувствуется. Ребята приходят уже немного подготовленные. Они уже представление имеют. Тем более у них специальность, они будущие инженера, технари. Они сами когда-то будут прорабами, инженерами, с карьерным каким-то ростом. Может, кто-то какими-то там будет далеко высокопоставленными людьми. И стараются. Они хотят заработать. У нас можно и заработать. Вот. Хорошую заработную плату. Мы их не обижаем. Практически столько же строителей. Да, столько же. Есть ли, даже я хочу сказать более того. Ребята, которые, ну знаете, разные бывают. Кто-то чуть-чуть меньше, одинаковых людей не бывает. Кто-то немножко больше старается и получается больше. Есть такие ребята, которые зарабатывают больше, чем мои основные работяги. Не обижаются работяги? А чего им обижаться? Пускай работают так, как студенты. Наверное, это правильно, да, что вот будущие инженеры, да, с высшим образованием специалисты должны пройти эту школу, да? Конечно, конечно, обязательно. Они же когда-то, у них в подчинении будут люди, они будут их, скажем, давать какое-то задание. И они будут помнить, что они сами попробовали вот это. Они сами попробовали этот молоток, этот топорик, эту лопату, поукладывали этот бетон, вязали эту арматуру. Они будут знать, как это делается. Вот. Если кто-то не умеет, они придут и покажут, как это делается. Вы тоже с этого начинали? Конечно. Я хочу сказать, что я работал обыкновенным простым работягом где-то до 30 лет. В 30 лет я пошел только работать инженерно-техническим работником. Никто меня не обманет, что вот эту вот работу можно сделать там за такое время, а не за такое. Я знаю, за какое время это можно сделать, работу и как ее сделать. О горячем лете студотрядов продолжим рассказ в следующей части программы, сразу после краткого дайджеста новостей из столичного региона за неделю и рекламы. И напомню, все эфирные видео и программы доступны онлайн на нашем сайте ctv.by и на YouTube канале СТВ. Заходите, смотрите, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Более миллиона 700 тысяч тонн зерна в копилке хлеборобов области. Уборочная в регионе завершена. Комбайны переместились на приусадебные участки сельчан. Между тем, впереди у Аграиев уборка кукурузы на зерно. Таким образом, общий каравай региона может превысить 2 миллиона тонн. Твой день, твой выбор. Молодежь области активно участвует в предвыборной парламентской кампании. Агитировать за кандидатов в депутаты ребята не будут, но в стороне от парламентских выборов не останутся. Активисты БРСМ призывают жителей области, в первую очередь своих сверстников, прийти на участки 11 сентября и отдать голос за своего избранника. Около сотни школьных базаров открыты на Менщине накануне нового учебного года. Приобрести форму, ранцы и необходимые канцелярские принадлежности можно будет до середины сентября. Многодетные социально незащищенные семьи могут рассчитывать на финансовую помощь в подготовке детей к школе. Олимпийские каникулы летний лагерь для юных спортсменов провели в Столбцовском районе. Здесь отдых с тренировками совместили воспитанники детско-юношеской школы. Лыжники и легкотлеты оттачивали мастерство под руководством молодых тренеров. В лагере работал педагогический студенческий отряд. Это «Центральный регион», и мы продолжаем. И сегодня подводим итоги трудового лета 2016. Первые деньги, профессиональный опыт и, конечно же, романтика. Вот что привлекает молодежь студенческие отряды Минской области. 170 школьников при столище заезжают с хорошим настроением и позитивными эмоциями на последней четвертой смене в оздоровительном лагере. Лесной городок расположился на берегу Вилли, и здесь точно не бывает скучно. Веселые конкурсы, Спартландии, различные акции. Даже плохая погода и проливной дождь для подростков не помеха, а даже наоборот. Не отстают от своих воспитанников и вожатые. Ежегодно в лагере работает педагогический отряд. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь студентов вузов и два десятка молодых педагогов школ при столичии отвечают не только за безопасность школьников, но и за их отличное настроение. Для того, чтобы общаться с нашими теперешними детьми, нужно быть очень мобильным. Для этого мы сформируем здесь педагогический отряд и все-таки приглашаем к себе работать студентов. Благодаря этому, если их приезжает много, в каждом отряде всегда есть какой-то педагог в возрасте до 20 лет, который может зажечь детей, развить в них лидерские какие-то качества. Потому что он может их понять больше, чем, например, женщина опытная, 50 лет, несмотря на свои методики и все остальное. Больше все-таки надо развлекать, быть на одной волне с детьми. Да, 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 да. Потому что иногда дети в учреждениях, образованиях не могут, не имеют возможности выйти на сцену. Здесь у нас в лагере мы проводим мероприятия каждый день и ставим основной целью, чтобы каждый ребенок мог реализовать себя как творческую личность. То есть поучаствовать, выйти на эту сцену, несмотря на то, что может сегодня у него что-то получится больше, а завтра меньше, чтобы ему аплодировал весь зал в 200 человек. Или могут попасть в педагогический отряд и к вам в лагерь? К сожалению, не все. У нас одно из таких важных условий работы в нашем лагере – это педагогическое образование. Поэтому студенты педагогических вузов попадают к нам без проблем. Барсэм выбирает лучших из лучших. Это должны быть в первую очередь грамотные люди, во вторую – и так далее. Веселые, творческие, современные. Они должны быть добрые, потому что дети у нас отдыхают иногда, не иногда, а всегда есть дети социальные. Это дети деревни Истоки, дети соцдеревни, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды. Это дети, которые нуждаются в повышенном внимании. Поэтому доброта, ласка, нежность здесь у нас на первом месте. Творчество у вас постоянно, креатив постоянно. Да, вот эти картины, вот эту на этой смене нарисовали студентки. То есть за день буквально успели? За ночь. У нас ночное дежурство, как во всех лагерях, усиленная мера безопасности детей. И вот, чтобы не скучать или чтобы не спать, воспитатели сами проявили инициативу. Директор лагеря закупил краски, красители. И вот буквально за две ночи мы украсили скучную оранжевую стену. Большинство вожатых еще помнит свои школьные годы, каникулы и отдых в лагере. Педагогический отряд – хорошая возможность открутить время назад и вновь стать подростками. Сегодня шел в холодном, но и вновь. Анастасия Комарова, учитель английского языка из колодищ, может помочь своим воспитанникам не только убрать пробелы в иностранном, но и освоить язык жестов. В ее отряде 26 человек, среди которых есть дети с ослабленным слухом. Чтобы интересно было всем, нужно постараться. Но Анастасия – воспитатель опытный. Последние пять лет молодой специалист свой законный отпуск проводит на работе в детском лагере. Все эти дети, вы с ними познакомились совсем недавно, можно сказать, да? Как прошло знакомство, как подружились? Ну, это, наверное, нужно спросить у детей. Ну, давайте спросим, как вам педагог? Отлично! Ну, а вы, когда вот приходите в лагерь, вы же ждете встречи, наверное? Очень волнуюсь и всегда с надеждой смотрю на детей, которые приезжают в автобусах, приезжают в машинах. И каждый раз я убеждаюсь в том, что сюда приезжают в лесной кородок самые лучшие дети. Есть какой-то ритуал встречи, знакомства? Конечно, объединяющие игры, покрывало. Мы знакомимся сразу со всеми, узнаем все имена, заучиваем их, делаем наши лексиры настроения, в котором каждый день мы зарисовываем чуть-чуть по каждому дню и показываем цветом свое настроение в этом дне. Совсем скоро смена заканчивается, да? Придется с ними как-то прощаться, да? Да. Со слезами на глазах? Да. Уже у меня детки узнают, где я работаю, как до меня добраться. Поэтому у нас все есть в социальных сетях, мы уже общаемся, там переписываемся. Так что ни один ребенок у меня не потеряется. У нас есть ребята, которые 10 лет подряд они ездят в лагеря, именно вот в этот лагерь. Вы педагог, вы же в школе работаете с детьми. Наверное, вот за сезон, за учебный год устаете от детских вопросов, от детского крика, да? Хочется же отдохнуть, наверное? Наверное, одну неделю. Одну неделю вот достаточно, и потом опять очень хочется к детям, правда. У вас креативный подход, да, к детям, к воспитанию, к их свободному времени? Индивидуально. Но вот как совместить и креатив, и творчество, и дисциплину? Удается? Я говорю всегда о том, что каждый у нас личность, но никто не исключение. Чтобы правила работали для каждого, но каждому нужен свой подход. Почти 800 школьников Минского района отдохнули в лесном городке за 4 смены. Активный отдых, отличное питание и креативные вожатые, с которыми никогда не бывает скучно. Мы с большой радостью сотрудничаем с педагогическими отрядами. В этой области нам помогает Белорусский Республиканский Союз Молодежи, который активно с нами сотрудничает. Мы составляем программу, готовится коллектив именно из этих студентов. Тех, кто действительно способны работать, у которых есть креативное мышление, какие-то интересные педагогические подходы, методики разрабатываются для работы с детьми. Детям нравится больше, когда с ними работают именно молодые педагоги, у которых больше оптимизма, больше активности в их работе. И они, в принципе, знают, о чем думает молодежь, да, дети, современные. Да, 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 вот это основной плюс. Притом, это большое подспорье для того, чтобы потом, когда они уже идут на работу в школу, у них именно нарабатывается опыт общения с разными категориями детьми. Те мероприятия, которые проводятся с детьми, в них принимают именно активное участие педагоги. Те же самые Спортландии, те же самые игры, квесты, которые сейчас получили большую популярность, флешмобы, которые проводятся. Без воспитателей этого было бы невозможно. Ну и все-таки, как оценивается труд молодежи, студентов у вас? Ну, труд оценивается, я считаю, что достаточно оптимально. Зарплаты молодых педагогов от полутора миллионов до двух с половиной. То есть все, что учитывается за смену за 18 дней. Стараемся пощерить тех, кто приезжает не единожды и кто действительно работает, отдавая все, что только нужно. Может быть, кто-то уже изъявил желание остаться здесь на профессиональной основе навсегда в этом лагере? Каждый год подбирается вот этот один-два человека, приходят именно в основной коллектив лагеря. Мы очень этому рады. То есть как раз-таки из молодежи, из тех, кто здесь был вожатыми? Да, потому что именно у них есть большое желание для работы с детьми, для более такого тесного общения. А далее о тех, чьи имена уже вписаны в историю центрального региона. Успехами этих людей вправе гордиться вся страна. Вот уже без малого 15 лет Владимир Радевич трудится в крестьянском фермерском хозяйстве Сула. Это предприятие, которое специализируется на выращивании картофеля. Когда-то он начинал с 5 гектаров, а сегодня выращивает картошку на 700 гектарах. Осенью прошлого года по его инициативе открылись новые предприятия – Сула Плюс и Агроцентр Сула. Фермер применил схему, по которой работают ведущие хозяйства во всем мире. То есть каждое из предприятий занимается своим делом. Одно производит семена, второе – выращивает картофель, а третий его моет, полирует, фасует и продает. Надо любить свое дело, это прежде всего, наверное, и жить в этом. Работа должна доставлять удовольствие, и тогда можно жить так вместе с работой. Я горжусь своей работой, потому что она востребована, нужна людям, и она приносит пользу. Своим успехом Владимир во многом благодарен родным и близким. Именно их помощь и терпение помогли пережить теперь уже успешному фермеру трудные времена. Энергия молодости и креатив. Педотряд заряжает позитивом и своих воспитанников, и самих себя. Самые нестандартные идеи у молодежи рождаются здесь, на сцене клуба в лагере. Какие педагоги, такие дети. Поэтому приезжая и видя кислые лица педагогов, и детки будут кислыми. Поэтому посмотрите на наших, у нас других не может быть. Только самое лучшее и веселое. Ну, культ-организатор, в принципе, дает всем жару, да, и главное – идейный вдохновитель всех творческих номеров, в том числе вот то, что мы сегодня видели под дождем. Это, опять же, нельзя выдирать одного человека из контекста, это работа целой команды, на самом деле. Поэтому каждый берет и впахивает на самом деле, впахивает 25-26 часов в сутки. То есть подремал, и ты уже мозгами в следующем дне. Иначе нельзя, иначе мы потеряем самое главное – интерес ребенка к лагере. Судя по тому, как двигаются педагоги, они еще сами, в общем-то, недалеко отошли от своих подопечных, да, то есть, в принципе… Естественно, а как по-другому? Вообще, вот то, что видели сегодня, это реально работа одного дня, точнее, одного вечера. Как вообще проходит досуг вот этот педагогического состава? А вот очень компрометирующий вопрос. На самом деле, если посмотреть на педагога, у него практически нет свободного времени. Его просто нет. Он либо с детьми, либо в проектах, либо в обсуждениях следующего дня, либо того, что будет там через день, либо через неделю, чтобы увидеть педагога, который где-то там ходит. А я пошел на речку, там я пошел позагорать. У нас до еле 200 метров. Я вам скажу откровенно. Ну, не так, чтобы мы не ходим, но тот уникальный случай, когда туда можем забежать, это на какой-нибудь Зорнице или еще где-то на лесной игре. Все. Практически времени на то, чтобы действительно посвятить только себе, каким-то там присмакам просто нет. Но все равно отдыхать-то надо, да? Так и отдыхаем. Лучше отдых – это смена деятельности. И все вы, наверное, встретитесь уже в следующем году. Люди, которые начинают чувствовать лагерь, они возвращаются. Неважно в какой. В этот, в другой. Лагерь – это форма существования, форма даже не существования, а форма жизни. И форма продления молодости. Ну, не знаю. Да, вот вам наглядный пример. Как-то так. Когда ты с детьми, действительно, ты чувствуешь себя моложе. Студотрядовцы уставшие, но довольные совсем скоро вернутся в учебное заведение на рабочие места. Новые друзья, сотни фотографий и море позитива – дополнительный и самый важный бонус к заработанным за лето деньгам. Команда студотрядовского движения в столичном регионе уже насчитывает почти 10 тысяч человек. Присоединяйтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова